Продолжение следует... Ну, раз уж так получилось, что и вы тут присутствовали. Пару слов, впечатлений, может быть... Впечатления очень положительные. Служба. Себёжа молодец. Прекрасно обращал на не самые простые вопросы. Очень рад, что он выступил в Крыму, потому что аудитория совершенно замечательная. Она исключительно ни на что не похожа. Я могу это сказать, в том числе от своего лица, как человек, выступавший также здесь в формате А3. Человек, который здесь поставил сейчас радиостанцию. Уже познал был, что такое крымская аудитория. Поэтому огромное спасибо крымчанам. Тут надо добавлять, что крымчанам и жителям Севастополя, поскольку есть специфика. Я надеюсь, что это не последняя такая прекрасная встреча, организованная форматом А3. Коллегам огромный респект и уважение за всё то, что они делали раньше и делали сейчас. Потому что действительно Крым в долгие годы был разорирован от достоверных равниевых форматов. Огромное сожаление от того, что происходило в России. Формат А3 это был глоток чистого воздуха. Я надеюсь, что эта история будет продолжаться. Я надеюсь, что мы продолжим наше сотрудничество. Теперь вот уже мы здесь сделали голос России в Крыму. И сегодня у нас Серёжа как раз был в утреннем эфире. Я надеюсь, что эта традиция прекрасная продолжится и всё будет хорошо. Спасибо. И может поподробнее о вашем как бы новом проекте «Голос России в Крыму» тогда. Может быть, ну как реклама, да, я вставлю там. Подойдёт, да? «Голос России в Крыму», да. Старейшая российская обещательная государственная радиокомпания с 1928 года работает. А вот с 1 августа мы запустили здесь в Крыму новый информационный продукт «Голос России в Крыму». Первое информационное радио. Пока 2 часа утром с 8 до 10. И 2 часа днём с 16 до 18. Крымские журналисты – это принципиальная для нас история. На радиостанции работают только крымчане, только местные. И московские коллеги, мы приезжаем сюда только помогать, инструктировать, давать какие-то мастер-классы. Потому что мы понимаем, что доверие аудитории будет только тогда, когда аудитория будет знать тех людей, которые работают на радио. И мы счастливы, что нам удалось привлечь лучшие на сегодняшний день журналистские кадры, которые находятся на радио-сегменте Крыма. И то, что аудитория уже 4 дня слушает и активно участвует в эфире – это прекрасно. И лишний раз доказывает, что существует определенный информационный голод до сих пор у Крыма по достоверной информации. Я надеюсь, что суммарно все мы, коллеги, которые здесь работают на крымском медиарынке, сумеем, во-первых, удалить этот информационный голод. Во-вторых, сделать все возможное для того, чтобы Крым как можно быстрее почувствовался действительно интегрированным абсолютно в Россию. Потому что не секрет, что у нас там как-то давно есть подобные продукты. В Крыму этого не было. Вот сейчас мы это дело исправляем. Это все для Крыма. Крым ваш, как же называется. Ну и последний вопрос. Может быть, какие-то еще перспективные проекты со стороны Большой России по интеграции местного медиапространства? Да. На самом деле планов абсолютное громадье, потому что каждый день буквально мы обсуждаем с коллегами те новые проекты, которые нам бы хотелось бы сделать. Потому что они не только условно в сфере журналистики, они и в сфере просвещения. Потому что наше бюро здесь уже проводило выставку. 22 июля она открывалась в Севастополе на Михайловской батареи. Сейчас она, кстати, должна на днях приехать в Симферополь. Потом она в Тибель-Феодосию поедет. Ее покажут по церкву всего полуострова. Плюс в августе, по-моему, мы запускаем здесь в Джаско-Черлин фестиваль. Существует, в общем, масса проектов. Мы пришли в Крым серьезно надолго. Мы хотим сделать все возможное, чтобы крымчане почувствовали, что те 23 года, когда они находились вне России, это страшный сон, который больше никогда не повторится. Мы верим, что Крым и Россия действительно какой-то слоган, который был в конце февраля, в начале марта, песни не сел. Спасибо. Спасибо. Мы будем стараться и дальше продвигать эту историю. На среду мы будем писать программу с крымским историком, известным Олегом Романькомом. Хотим показать всю эту палитру Крыма под немцами, то, что я делал в свое время. Когда Крым, собственно говоря, прошел референдум, я делал программу отдельно, видимо, «Остров Крым», так называемая. Это программа «Крым под немцами» или «Остров Крым»? Мы хотим показать все вот это, потому что ни в коем случае это нельзя забывать и делать вид, что ничего этого не было. Слушай, это часть нашей истории, она очень практичная. Есть, касательно вообще истории, которые интересуют нам Крым и Крым, и, естественно, участие Крыма, и, в частности, историческое общество. Мы обязательно будем рассказывать. Какие здесь вопросы, касательно того, а предполагаете, вы помимо такого деятельности, как радио, в Крым и Крым, и сейчас идет, предполагаете ли вы возможности, что сегодня его клуба, и что это, скажем так, политическая направленность? Мы здесь, в самом центре города, в октябре откроем представительство официально уже «Остров России», собственно, радио будет там сидеть, там же у нас будет медиа-центр. Увполне возможно, что мы решим с коллегами этот вопрос, я буду периодически приезжать, да, и, условно, да, как-то помогать ребятам делать радио, и в том числе, может быть, проводить такие встречи с кренчанами, и просто тоже стимулировать их встречи истории, потому что все мне говорят абсолютно, что для них там гражданская война, там, 20-й год в Севастополе, это абсолютно какая-то там черная страница, никто ничего не знает, конечно, будем стараться справлять. Тем более, что, опять же, возникли определенные вопросы. Есть что показать в фотографии, есть что рассказать. Опять же, возникали, когда вы и здесь, вот, в прошлый период, но, к сожалению, было много народа, и были другие у них вопросы. Касательно, вот, и ваших передач тоже, именно, вот, времени Второй мировой войны, Вермахта, в СССР, возникли, вот, какие вопросы касательно того, что у нас были, вот, перед всеми этими событиями, благодаря и в силу которых мы теперь в России, но, когда мы были под Украиной, то, соответственно, по украинскому периоду, мы были, соответствующие тоже передачи, исторического плана, ну, и там, например, человек, конкретно, говорил о том, что, приводил пример, что полтора миллиона русских водичных, мы здесь должны понимать, что это не только русские люди, а это вообще все... Он неграмотный. Это имеется в виду абсолютно все народы, включая Калмыков, Катаров, Крузин, Армян, Азербайджан. Четверть украинцев? Нет, нет. А остальная четверть, все остальные? Нет, это на самом деле очень лукавая статистика, конечно. В АФНСС действительно была русская дивизия, это 29-я штурм бригады Хармински. Она в дальнейшем была развернута, так называемая, 29-я, первая русская дивизия СС Гренадерская. Это правда, что она. Вторая дивизия, она не совсем русская, она белорусская. Просто, опять же, многие не понимают, что это такое и приписывают ее сюда. Это очень сложный вопрос, и такую статистику я ее разбирал, собственно говоря, какой-то из программ. Но поскольку в Крыму я уже регулярно, не от вас первого за последний, а слышал про это миллион двести тысяч, я думаю, что мы вернемся с моим любимым продюсером в Москву. И, собственно говоря, мы сделаем просто одну программу тогда персонифицированную. Миллион двести тысяч. Кто эти люди и откуда берется эта мифологема? Просто я сам тогда возьму, просто расскажу, откуда берется цифра и кто туда входит, на основе чего, собственно говоря, все это происходит. Но это, по сути дела, фальсификация и мифологема такая. Она очень популярна. Я знаю даже лично… Про Севастополь, он тоже заворачивал что? Я знаю лично человека, как корпорация… Манштейн взял Севастополь, что десяти процентов людей Севастопольцев сразу же в полицию в СС пошли служить. Это… Я лично знаю человека, который и придумал это вот определение – миллион двести тысяч. Я знаю даже, при каких это происходило обстоятельствах и ради чего это делалось. Вот. Значит, будет внесена ясность. Замечательно. То есть, значит, в ближайшее время будут такие передачи… Да, вот такую программу мы можем обещать заранее. Она, видимо, мы ее сделаем к первому сентября, годовщина начала Второй мировой войны. Сделаем вот это – миллион двести тысяч. Потому что, на самом деле, отчет придет с сентября 1939 года. Многие просто этого не знают. Абсолютно. Потому что я считаю… С первого сентября… Считают русских в вермахте, но не считают при этом русских в польской армии. Здесь такая вот, она лукавая статистика. Потому что, например, отряд Булак-Булахович, почти в полном составе служивших в кавалерии войска Польского и павших под Варшавой, он нигде ни в одной статистики не включается. Ну, это понятно почему, да? Нужно сказать русский только в вермахте. Такая программа будет, это обещание. Ну что ж, вам тоже, русский. Спасибо. Всего доброго. Спасибо. Продолжение следует...